Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Его обязаны платить все телезрители Британии, рискуя в ином случае понести наказание. В свою очередь, PBS и NPR получают госсубсидии и федеральные гранты в 15 и 11% соответственно от их бюджета. Правда, сами они, как и BBC, отказываются смиряться с оценкой Маска, заявляя о своей якобы независимости от политического эстеблишмента США. Но к этому как раз есть и много вопросов, ведь NPR и PBS, хоть формально и обязаны быть нейтральными, в реальности активно продвигают левую повестку. В эпоху Трампа обе компании поливали грязью его администрацию и наотрез отказывались обсуждать скандалы вокруг Хантера Байдена в преддверии выборов 2020, называя их якобы дезинформацией. А сейчас, например, отказались транслировать речь Трампа после явки в суд, считая ее почему-то в отличие от выступлений Байдена политической пропагандой. Уход PBS и NPR и спитер в итоге ударит по ним обоим, ведь они лишатся доступа главной политической площадки США. Маск же советует им просто отказаться от госфинансирования, если они так боятся афишировать этот момент. На такое хронически убыточные редакции точно не пойдут. Но в случае прихода к власти республиканцев после 2024 года наверняка вновь станет вопрос о том, как лишить эти уникальные журналистские коллективы госбюджетов, которые они используют на неприкрытую пропаганду Демпартии. После нескольких недель сумятицы с секретными документами ФБР все же обнаружила человека, который мог стоять за их утечкой. Им является Джек Тейшер, 21-летний офицер разведки в ВВС Национальной гвардии Массачусетса. Именно он является создателем сервера Discord, куда были слиты конкретные документы. В процессе уже появилось описание виновника как хорошо подготовленного военнослужащего США, который разочаровался в работе американского правительства. Возможно, что Тейшер таковым и является. Офицера разведки арестовали, а посетители его сервера допросят. Если обвинения в адрес Тейшера подтвердятся, то он может стать новым Брэндли Мэнингом, еще одним американским солдатом, который слил секретные документы Джулиано Санджу на Wikileaks. Брэндли Мэнинг, теперь уже Челси, был обвинен в шпионаже и краже государственных секретов и получил 35 лет тюрьмы. Но в итоге Обама своим указом освободил его из заключения после 7 лет нахождения в тюрьме под давлением правозащитников. Впрочем, в нынешних квазивоенных условиях отношение к тому, кто выложил сеть ДОКИ, точно будет максимально жестким. Его будут пытаться уличить и в связях с Россией, ведь не зря последние дни раздавалась истерика о том, что за утечкой якобы стоит русская разведка. Источники секретных данных называют ярым критиком разведсообщества и правительства США, которых он обвиняет в ограничении свобод американцев. Причем он сам при этом служит офицером разведки. И вряд ли он станет последним, кто будет саботировать работу американских спецслужб в условиях нынешнего кризиса доверия к Вашингтонским институтам. В поддержку арестованного за слив секретных данных офицера разведки выступила Марджери Теллер-Грин. Она уверена, что виновником является не задержанный, а сама администрация Байдена, ведущая прокси в войну с Россией, в обход Конституции США и без одобрения Конгресса. Пентагон обещает как-то ужесточить контроль над секретными документами. Однако доступ к официальной или секретной информации в США имеют более миллиона человек, при желании им ничего не мешая слить те или иные документы, что периодически и происходит. К тому же сложно ожидать от рядовых военных или чиновников какого-то уважительного отношения к секретным документам, когда сами политики с ними очень халатно обращаются. И эти документы внезапно обнаруживаются, например, даже в гараже у Байдена. И наверняка еще много кого в Вашингтоне можно включить в этот список, если провести у них обыски. Арестованному Джеку Тэшеру грозит об минимум 10 лет тюрьмы, если его будут судить только за шпионаж и кражу госданных. Однако некоторые уже призывают судить его и по статье о помощи враждебным силам США, России или Китаю. А с этим можно получить и пожизненное. Очевидно, что Тэшера показательно жестоко накажут, чтобы запугать всех остальных. Однако из этого, скорее всего, вынесут другой урок, что сливать данные нужно в максимально анонимной форме. И нельзя исключать, что таких сливов будет происходить все больше. Ведь Тэшер далеко не единственный, кто разочаровался в работе администрации Байдена и хочет высказать свое фи политики Пентагона или спецслужб. В июле 2023 года в большинстве штатов Америки больше не потребуется получать разрешение для скрытого ношения оружия. Флорида становится 26 штатом, где прошла либерализация оружейных законов. И теперь можно покупать оружие без дополнительной волокиты. Тема оружия снова оказалась на повестке дня из-за череды недавних шутингов в школах. Белый дом требует усилить контроль за оружием. Однако республиканские штаты, наоборот, пошли по пути наделения учителей правом владеть оружием и при случае защитить школьников. Ведь случаи массовой стрельбы происходят в школах именно потому, что они представляют из себя места, где ограничено ношение оружия. И преступник знает, что ему никто не сможет дать отпор до приезда полиции. А движение в сторону израильских практик, где оружие в школах позволяется, теоретически может уменьшить число шутингов в Америке. За первые три месяца 2023 года количество случаев массовой стрельбы в США достигло 146. За прошлый год их было 647. Уровень насильственной преступности в США находится на многолетних пиках. Например, за 2020 и 2021 годы число убийств подскочило на 40%. Связано это и с сокращением полиции после погромов БЛМ и с появлением левых прокуроров, которые отказываются бороться с преступностью. Например, прокурор столицы США Вашингтона отказывается предъявлять обвинения 67% задержанных за преступление. Поэтому неудивительно, что преступности становится только больше, а американцы массово скупают оружие, зная, что никак иначе защитить себя не получится. Трамп дал первое интервью с момента появления судей Нью-Йорка Такеру Каррсону на Fox News. Она тут же вызвала скандал в Вашингтоне. Трамп рассказал о моменте своего ареста. Судебные приставы перед ним изменялись и чуть ли не плакали. Отставной президент резко раскритиковал политику Байдена. Трамп обеспокоен угрозой ядерной войны, винит Байдена в том, что ближайшие союзники США, Саудовская Аравия или Франция, теперь активнее сотрудничают с Пекином, а не с Вашингтоном. Самих же лидеров Китая и России Трамп охарактеризовал как сильных соперников, с кем Байдену не удастся конкурировать. Трамп прошелся и по попыткам Белого дома переложить на него ответственность за афганское фиаско. Недавно команда Байдена выпустила отчет об Афганистане, где обвинила во всех проблемах, как обычно, отсутствие четких планов вывода войск у предыдущей администрации. Трамп же уверен, что даже пятилетний ребенок справился бы лучше с уходом из Афганистана, чем Байден. Трамп обещал ни при каких обстоятельствах не выходить из президентской гонки, даже если суд Манхэттена перед выборами признает Трампа виновным. Первое судебное заседание с участием Трампа может произойти в январе 2024 года, аккурат перед началом голосования на праймерис. Судебное давление только усилило позиции Трампа в стане республиканцев. Демократы считают Трампа удобным для себя кандидатом, однако недооценка Трампа уже дорого обошлась Демпартия в 2016 году. А сейчас у Трампа есть шансы сплотить вокруг себя лекторат, уставший от сползания США в Третью мировую войну, а в американском обществе — большинство. На первый план в Вашингтоне выходит Александр Сорос, 37-летний сын Джорджа Сороса. Он, очевидно, наследник его огромной империи. Сорос-младший уже заведует выделением сотен миллионов долларов на поддержку демократов и левых. У него теснейшие связи с командой Байдена. С начала президентства Байден Сорос-младший 14 раз посещал Белый дом. Особенно активно он зачастил туда в конце прошлого года на фоне выборов в Конгресс. Однако есть здесь еще один нюанс. Ведь именно этот момент на президентских выборах выдвинулся Трамп. А недавно против Трампа было заведено уголовное дело от лица прокурора Манхэттена Элвина Брега, избранного на деньги Сороса. Причем демократы всякий раз подчеркивают, что процесс ведет якобы независимая прокуратура, и это не попытка Белого дома посадить своего главного оппонента на президентских выборах. Однако постоянные контакты Сороса-младшего с командой Байдена позволяют республиканцам уличать уже администрацию Байдена в гонениях на самого популярного кандидата на праймерис в лице Трампа. А в Конгрессе уже заведено отдельное расследование прокурорских нападок на Трампа, и выписан ордер прокурору Брега и Вице для дачи показаний на Капитолий. Одновременно республиканцы продолжают раскапывать финансовые связи Байденов не только с Соросом, но и со многими иностранными олигархами. В Конгрессе получили выписки со счетов всего семейства Байденов и их бизнес-партнеров. Это расследование только набирает обороты, и тут уже Байденам придется отбиваться от всех обвинений в отмывании денег, незаконном лоббизме, которые на них польются в самый канон президентских выборов. Белый дом продолжает обещать участие Байдена в президентской гонке, но Байден вновь переносит дату официального выдвижения в президенты. Куда-то на конец лета, либо на осень. Политтехнологи Байдена начали договариваться с видными инфлюенсерами в TikTok, надеясь их использовать в своей агитации. Такое уже вовсю практиковалось в 2020 году. Правда, тогда с этим случился большой скандал. Ведь один из инфлюенсеров Байдена попался на педофилии. Речь идет о бывшей звезде сериала Netflix о школьных чат-лидерах Джерри Харрисе. Тот записывал стримы вместе с Байденом, пытаясь убедить молодых американцев за него голосовать. А потом Харриса задержали за то, что он за деньги занимался сексом со школьницами. Представляется, что в будущем штабе Байдена придется все же поискать лучше инфлюенсеров. Нежелание Байдена пока официально выдвигаться в президенты связано с тем, что условия этому не особо благотворят. Ситуация в американской экономике остается сложной. Хоть Белому дому и удается купировать банковский кризис. Особыми успехами Байдену похвастаться не удается. К концу года США и так во все может грозить рецессия. Лишь треть американцев считают, что Байден заслуживает второго срока. В этой ситуации Байдену остается лишь возлагать надежды на развитие войны в Украине. Поэтому Киев так и торопит контрнаступать, создавая удобный фонд для выдвижения Байдена на второй срок ближе к осени. Банкротство системы социального обеспечения в США приближается. Управляющие экономисты теперь прогнозируют, что им перестанет хватать денег для выплаты социальных пенсий уже в 2033 году. Это всего лишь через 10 лет. Причиной приближающегося банкротства является то, что рост экономики США просто не поспевает за темпами инфляции. Прогнозы на это десятилетие для Америки не самые оптимистичные. Экономический рост обещает быть довольно медленным. А это еще и учитывается возможности рецессии, которые могут сильно приблизить крах пенсионной системы. В случае банкротства Social Security выплаты для всех пенсионеров резко сократятся, примерно на четверть. О любой индексации на уровень инфляции можно будет забыть. Конгрессу же придется проводить срочные реформы, чтобы хоть как-то спасти пенсионную систему. В Вашингтоне уже давно беспокоятся перспективами краха Social Security. Еще Буш младший в 2005 году предлагал ее приватизировать. Однако всякий раз такие планы сталкиваются с резко негативной реакцией общества. По опросам, под 80% американцев выступают против повышения пенсионного возраста или сокращения социальных пенсий. Эти меры крайне непопулярны, и любой, кто за них возьмется, разгромно проиграет на выборах. Например, Трамп сейчас резко критикует своего оппонента на праймере с Десантеса за то, что он выступает за сокращение социальных пенсий. Сам же Трамп обещает их не трогать. Проблема лишь в том, что нынешний статус кого долго не продержится. И без болезненных реформ пенсионная пирамида размером в триллион долларов попросту рухнет в течение 10 лет. Уолл-стрит вновь оказался в центре скандала с навязыванием расовой гендерной повестки. Банк Goldman Sachs выделяет 2 миллиарда долларов на инвестиции в бизнес-стартапы. Но только те, чьими владельцами являются чернокожие женщины. Суммарно же на поддержку меньшинств Goldman Sachs потратит до 10 миллиардов долларов. Другие банки от него не отстают. Например, еще в прошлом году Дж.П. Морган пообещал выделить 30 миллиардов долларов на льготные ипотечные и бизнес-кредиты афроамериканцам. А Бэнков Америка запустил целую линейку особых ипотечных кредитов без первоначального взноса для непривилегированных этнических групп, вроде чернокожих и исподоязычных. Для них низкие кредитные рейтинги не будут учитываться при оформлении ипотеки. При этом политизация финсектора США вызывает все большую критику в обществе. Недавно рухнувший банк SVB активно финансировал либеральные проекты вместо работы в интересах клиентов. SVB давал деньги на BLM, выделял под 4 миллиарда долларов на декарбонизацию экономики и 11 миллиардов долларов на льготные кредиты представителям меньшинств. Выполняя демократическую повестку, банк развалился. Республиканцы в Конгрессе нынче стремятся заблокировать навязывание политизированной SAG-повестки в мире финансов. И в случае прихода к власти в 2024 году они наверняка заведут целый ворох расследований в отношении банков, требуя от них заниматься чистым бизнесом, а не спускать деньги на политику, чтобы затем, когда случится кризис, банки не шли с протянутой рукой к государству и не вымаливали очередной бейлаут. Активисты за права афроамериканцев Калифорнии назвали желанный размер трат на выплату репараций. По их оценкам он должен быть не меньше 800 миллиардов долларов. Специальный комитет по репарациям, созданный в Калифорнии, нынче пытается подсчитать общую стоимость компенсации за все годы рабства, угнетения и сегрегации. К курьезности добавляет тот факт, что в истории Калифорнии, как штата США, рабства как такового не было. А зато здесь самый зашквальный уровень леваков, превративший некогда республиканский цветущий штат в помойку. Правда, проблема состоит в том, что цифра в 800 миллиардов долларов в два с половиной раза превышает ежегодный бюджет всей Калифорнии. Возникает логичный вопрос, откуда взять деньги? Ситуация усугубляется тем, что сейчас в Калифорнии из-за схлопывания IT-пузыря дела обстоят не лучшим образом, и бюджет штата впервые за долгое время станет дефицитным. Вспыхнули споры вокруг того, кому стоит платить репарации. Только потомков рабов или всем чернокожим? Тогда обидятся испаноязычные, которые тоже хотят репараций. А будет ли компенсация азиатам за интегрирование во время Второй мировой войны? На этом фоне Белый дом начал собирать сведения о том, кто является потомками рабов США. Впрочем, никаких доказательств предоставления не понадобится, потому что стоит ли ждать, что называющая себя потомками рабов переписи населения наберется неприлично много? Очевидно, что рано или поздно вопрос выплаты репараций станет общенациональным. В этом случае суммарный объем выплат точно станет астрономическим. Он уже пойдет на многие триллионы долларов. И тогда перед Вашингтоном станет нетривиальная задача, как залить столько денег в экономику, избежав витка гиперинфляции. В Вашингтоне скандал о давлении на независимых журналистов. В центре внимания оказался Мэтт Тейби, друг Илона Маска. Он был одним из тех, кто изучал внутреннюю документацию Twitter и помог Маску разоблачить участие спецслужб США в продвижении цензуры. В начале марта Тейби участвовал в слушаниях Конгрессии. Там он рассказал о том, как ФБР, ЦРУ и Департамент внутренней безопасности заставляли соцсети заниматься цензурой. И зачастую помогали эстеблишменту Демпартии продвигать цензуру в сторону Трампа и его сторонников. Именно в этот момент на Тейби натравили налоговую службу. Там отказались принимать его налоговую отчетность. И отрядили агентов, чтобы те оказывали давление на журналиста. Сам Тейби уверен, что он все налоги выплатил и называет происходящее политическим преследованием. Многие вспомнили порочные практики времен Обамы, когда те же налоговики активно кошмарили консервативное НКО, помогавшее республиканцам на выборах 2012 года. После долгого разбирательства налоговая служба перед ним «извинилась» в кавычках. Но вся документация по этому делу была утеряна, и никто так и не понес ответственности за случившееся. Сейчас ситуация осложняется тем, что в прошлом году Белый дом пролоббировал радикальное расширение налоговой службы. Ее численность вырастет на 87 тысяч агентов. Она же начала активно закупать оружие для использования во время обысков и рейдов. А Йеллен заявила, что в следующем году количество налогов будет изыскано в более чем на 4,7 триллиона долларов. «У.С. population has increased 1.8 percent, and the federal government's budget is up 55 percent. Isn't that a fact? Well, we had a pandemic. Isn't that a fact, though? Are my numbers right? I don't know those numbers. You don't know? You never looked at that? I don't have those numbers in my head. I'm not disputing them. Isn't it a fact, that the president's proposed budget proposes 4,7 trillion dollars in new taxes? It does propose significant additional taxes, yes. 4,7 trillion? Something like that, yes. Республиканцы обвиняют Байдена в создании подконтрольной себе федеральной полиции, которая будет кошмарить всех неугодных демпартии. Тогда под ударом рискует оказаться не только Трамп или несколько назойливых журналистов, но уже миллионы американцев. Основной канал Тикетс теперь на Рамбл. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok